Ребятки, привет! Сегодня у нас на обзоре будет Xiaomi Mi 8, который я заказывал с торговой площадки Pandao. С ним я походил две недели и будет сейчас обзор с параллельным сравнением с моим прошлым телефоном Samsung Galaxy S9. Итак, начнем по внешнему виду. Хотя нет, давайте по комплектации. Но я даже коробку не буду открывать, там просто зарядка с поддержкой Q-Charge, то есть быстрая зарядка и кабель с чехлом. Чехол вот такой самый простой. По внешнему виду. Телефон очень классный, цвет переливается, он глубокий, но оставляет сзади отпечатки пальцев. Камера задняя слегка выпирает отпечаток пальца, легко пальцем находится и быстро разблокируется. Сверху почему-то убрали инфракрасный порт, хотя было очень удобно управлять любой техникой бытовой, где есть инфракрасный порт. Ну, это их решение. Также убрали вход под наушники, оставили вот такие две прорези, хотя здесь динамик только один. Замечу, стерео здесь нет. И вход Type-C. Спереди, значит, экран 6.21, если не ошибаюсь, вот с такой вот бровкой, которую можно было убирать в MIUI 9, но с обновлением MIUI 10 почему-то убирать ее стало нельзя. Не знаю, с чем это связано. Вот, смотрите, что хочется еще по экрану сказать. Экран мне понравился, он яркий, глаза от него не устают, хотя это AMOLED, видать, не дешевый, но мне не понравилось Always On Display. Он не информативный, в отличие от того же Samsung Galaxy S9. Там будет у вас и уведомление, и календарь можно поставить в любые темы. Здесь вот только так, часы и даты. Ну, это мне не понравилось. По быстродействию работает все моментально, быстрее, чем Galaxy S9. Здесь никаких нету нареканий. Приложения открываются моментально, игры все идут. Ну, вообще нет никаких у меня, честно, претензий к этому. По поводу камеры. Сама камера фото никаких у меня не вызвала претензий. В днем фотографируют, как все флагманы, вечером чуть-чуть шумы появляется, но ничего криминального там не увидел. По поводу фронтальной камеры, лучше, чем на Galaxy S9. Здесь она мне очень понравилась. Видны все дефекты лица, также можно сглаживать, ну, на китайский лад. Вот, это все хорошо. По поводу видеокамеры. Здесь, к сожалению, только 30 кадров в секунду. Ну, или 120 замедления, 960. А 30 кадров в секунду, то есть, если резкие какие-то движения, картинка слегка плывет. Mi 8, дневное время суток, еду по стаканинкам. Смотрите, как работает стабилизация. Как самое главное, пишет звук. Сейчас еще пока 9, Mi 8, что-то это 10, я забыл обновиться. Смотрим. Вот, по поводу звука. В отличие, опять же, Galaxy S9, мне тут он не понравился, так как здесь один динамик, слишком много высоких, низких очень мало. Вот, он такой, знаете, звенящий, звенящий, как будто вы в пещере где-то находитесь. Ребята, еще хотел записать громкий звук, все-таки посмотреть, как пишет динамик. Давайте. Все хрипит! Слушайте, все хрипит в звуке, так что не знаю. И опять же, еще раз повторю, нет стерео. После того, как вы попользовались телефоном со стереозвуком, этот вам покажется каким-то прошлым веком. По поводу связи, Wi-Fi, 4G и так далее, вообще нет никаких нареканий. Лучше, чем Galaxy, сеть ловит отменно. Здесь стоит двойной GPS, более точная геолокация, то есть до метра, по-моему, если я не ошибаюсь. Погрешность, очень хорошо, мне понравилось, он даже в комнате ловит. По поводу отпечатка пальцев, распознавания лица и так далее. Здесь просто все моментально. Вот так. Распознавание лица также в темноте работает, нет никаких нареканий. Автономность. Несмотря на то, что здесь классный экран и батарея всего лишь 3400 мАч, мне при моем активном использовании хватает этого телефона на 1,5-2 дня. Это меня поразило. Также быстрая зарядка делает свое дело, за полтора часа заряжается до 100%. Вот, что вам еще сказать. Здесь он слегка тяжелее, чем Galaxy S9, к этому стоит привыкнуть. Сам экран больше, к брови. Если вы сразу не привыкнете, то, скорее всего, потом привыкнете. Я был ярым, так сказать, противником брови. Сейчас я даже этого не замечаю. Ну, реально полностью устраивает. Хотя хотелось бы, чтобы телефон полностью безрамочный. Рекомендую ли я его покупки, определенно рекомендую. Телефон классный, своих денег стоит. Не без недостатков, которые указал в видео. Но все мы не идеальны. И также техника не идеальна. Ставьте лайк, пишите комментарии. Всем удачи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok